Приветствую вас, дорогие друзья! Мы начинаем изготовление, точнее показ освещения изготовления. Изготовление началось давно. Четвертой черной пешки шахматной партии джаз. Мы уже прошли марокасиста, гитариста и флейтиста. Теперь банджист или банджуист, не знаю. В общем, безымянный музыкант, играющий на банджу. Почему безымянный? И тем более виртуоз. Ну, вы понимаете, виртуоз с именем не может быть пешкой. А фигур на всех не хватает. Для большинства фигур в данном случае под фигурами подразумеваются и фигуры, и пешки. Я начинаю с инструмента. Потому что, как правило, сам музыкальный инструмент неподвижен. Ну, исключение кнопочный баян Ришара Гальену. И готовому инструменту легче подогнать фигуру, чем наоборот. Сегодня это банджу. И начиная его изготовление с главного корпусного элемента, деки, резонаторной камеры. Материал черное дерево. Для экономии материала приклеиваю к заготовке державку, которая вставляется в шпиндель бормашины. Я не стесняюсь здесь точения. Строгая геометрия нужна не только мне, но в большей степени ювелиру, который будет надевать металлические элементы на деку. Уже можно сказать, как обычно, в этой партии я сделал 3D-модель банджу, чтобы иметь представление о размерах, технологии сборки и цветовых решениях. Вот здесь делаю круговое углубление, в котором будут фиксироваться стяжки для натяжения пластика или мембраны. Понятно, что это будет имитация натяжения, как, собственно, имитация всего инструмента и самого музыканта. Банджист, хоть и выглядит как довольно плотный дедок, на самом деле даже не кожа до кости, а одна кость. Бивень-мамонт. Ну, вы в курсе, что у нас все музыканты такие. Белая кость. Аристократы музыкальной сферы, где происхождение и положение в обществе значения не имеют. Мембрану тоже делаем из белой мамонтовой кости. Банджисты называют ее пластиком, как и барабанщики. Банджи-то и есть посредством барабана или бубен с грифом и струнами. Пока идет обработка, я расскажу немного об этом инструменте. Выдающийся государственный деятель США, в частности, благодаря которому Соединенные Штаты Америки и стали государством, независимым от Великобритании, Томас Джефферсон, третий президент Америки, один из отцов-основателей, голова которого высечена на горе Рашмар, упоминает Банджи в 1784 году в одном из своих исторических трудов. А это сам Джефферсон на картине маслом Рембрандта Пила. Это не тот Рембрандт, который Харминс Ван Рейн. Это американский художник и, может быть, он даже не Рембрандт, а Рембрандт. Так вот, Джефферсон описал подобный инструмент. Половина разрезанной высушенной тыквы, обтянута бараньей шкурой, на ней закоплена дощечка гриф и натянуты струны из бараньих жил. Есть и более ранние упоминания о подобном инструменте на острове Ямайка еще в 17 веке. Это исследование патриотов американских континентов. Африканцы скажут, что Банджи – это их инструмент, украденный вместе с музыкой американцами. Аравы будут настаивать, что в Африку Банджи попала из арабских стран. С ними будут спорить китайцы. Я думаю так. Если первые струнные появились благодаря сентиментальным лучникам, которые услышали пение тетивы еще десятки, а может и сотни тысяч лет назад, то, возможно, кто-то из этих хомо прямоходящих с надутым от сырого кузнечика животом ущипнул тетиву прямо над вздутым чревом и стал первым изобретателем всех струнных инструментов с резонаторными камерами. Кстати, кузнечиков он ел не потому, что коровы пукали, как в сегодняшней пропаганде, а потому, что кузнечики были большими, а коровы очень маленькими. Только не ищите эту информацию в энциклопедиях. Это мой личный инсайт. Хотя, какой там живот у древнего человека? Они же все время бегали. Нет. Он нашел круглую картонную коробку в лесу для дамской шляпки от предыдущей цивилизации. И что, думаете, он догадался применить коробку в качестве резонатора? У него же мозгов еще мало было. Просто в коробке случайно оказались промасленные, пожелтевшие чертежи на банджу. Сейчас я сделаю анкерный стержень для грифа. Можно подумать, что это лишняя работа. Зачем делать то, чего не увидит зритель? А дело в том, что гриф тонкий и длинный, а струны из лески будут натянуты, и нагрузка на гриф может быть опасной. Да не может быть, он точно сломается. Поэтому я вынужден его армировать. Стержень из прикаленной миллиметровой проволоки. Сделан в виде конуса, потому что гриф сужается, и на верхнем порожке его ширина всего 2 мм, а глубина еще меньше. Если сделать миллиметровое лужа, хрупкий коричневый бибель посыплется еще до склейки. Поэтому в узком месте анкер примерно 0,6 мм и углубление под него соответствующее. Немного позже я расскажу, как этот анкер меня выручил. Вот теперь, когда стержень на месте, можно приклеить накладку на гриф. Вообще правильно говорить, наклеить гриф на шею. То есть то, что я называю грифом, специалисты называют шеей, а вот эта тоненькая пластиночка – это гриф. У меня по-своему. А у меня мандрян. Итак, мы ничего не знали и не узнали бы о банже, если бы за это дело не взялся президент Америки. Что же такое банже в современном представлении? Это струнный щепковый инструмент с круглым резонаторным корпусом из дерева или металла, натянутый на корпусе мембраной из кожи или пластика, грифом и струнами от 4 до 6. Раньше было до 9. Самые распространенные музыкальные жанры, где используются банжо – джаз, кантри и блюграсс. Блюграсс – это часть кантри, то есть американская сельская музыка, но имеющая также ирландский, шотландский и английский корни. Отличительной особенностью блюграсс ансамбля является то, что каждый инструмент по очереди становится ведущим, а остальные уходят на второй план, как на велотреке «Смена лидера». Играет на банже примерно так же, как на гитаре. Одной рукой берут аккорды, другой защипывают струны медиатором, специальными когтями или просто пальцами. Для игры на банже характерны тремоло и техника переборов, или по-научному – арпеджирование. У нас банжо с пятью струнами. Пятая – короткая и тонкая, как первая. И ее колок крепится прямо на грифе. Поэтому-то гриф такой тонкий у верхнего порожка. Ну, о конструкциях банжо и истории инструмента, техниках игры можно легко узнать, как сейчас говорят, из открытых источников. Но вот, что важно именно для этой партии. Банжо стало популярным в XIX веке, благодаря министрелям. Затем ушло в XX век и стало неотъемлемой частью классического джаза. Сейчас вернемся к работе, а затем я продолжу. Очень хотелось бы приклеить гриф к корпусу и работать дальше. Нельзя, потому что технология сборки предполагает сначала вставить кольца. Их должен сначала сделать ювелир. Это кольца-обруча для натяжения мембраны. Вот нижнее кольцо, оно еще не обработано до конца. Оно может быть использовано ювелиром, как модель для литья. Это будет и ему проще, чем делать из полос, паять. И мне дешевле. Но мне тоже оно нужно доработать, пока нет ювелирки. Я решил сэкономить и не тратить бивень на кольцо. Оно маленькое, но диаметр 22 мм. И я взял рог оленя. Вот такой кусок у меня есть. Отпилил. Повредил даже при распилке стекло свое. Придется менять. Мать-перемать. Выточил вот это первое кольцо. А второе тоньше. Примерно миллиметр высотой и 0,4 мм толщиной. Я старался, как писал классик, быть безукоризно нежным. Не мужчина, а облако в штанах. Но кольцо сломалось. Разлетелось на мелкие кусочки. Потому что рог оленя, при всем моем уважении к животному, он рыхлый. Короче, не для меня. Все-таки придется пожертвовать кусочком бивня. У меня уже целый мемориал жертв модельного бизнеса. Целая коробка моделей, которые вряд ли для чего-нибудь когда-нибудь пригодятся. Вот и бивня крепкая. Не пожлобися сразу, стекло могло бы быть целым. Сейчас все соберу, посмотрю и будем деталировать обручи. В общем, предстоит много мелкой возни. Мы говорили о популярности банджо в классическом джазе конца 19-го, начала 20-го столетия. Но вот именно в эпоху свинга, в начале 1930-х, банджо стало активно вытесняться, изобретенной в 1931 году электрогитарой. Наша черная половина, в соответствии с главной идеей проекта, это именно биг-бенд эпохи или эры свинга. Есть еще один интересный факт, который способствовал вытеснению банджо из джаза еще до эпохи свинга. Почти все джазовые музыканты были темнокожими. А те самые министрели 19-го столетия, в частности главный популяризатор банджо Джо Свинни, был одним из первых министрелей с черным лицом. Так называемые блэкфейсные министрели. Белые музыканты гримировались под черных, чтобы посмеяться над ними, унизить, сделать на них карикатуру. Поэтому афроамериканцы стали избегать банджо, заменять его гитарой. И это несмотря на то, что в некоторых африканских странах банджо считался священным инструментом. А я ввел банджо в свою партию и играет на ней пожилой афроамериканец. Таким образом, я восстанавливаю справедливость в этом щекотливом вопросе. Хотя щекотки боюсь. Но тенденции эпохи я передал. В ряду пешек крайними, то есть первым и последним, стоят гитарист и банджист. Один приходит, другой уходит. Правда, мой гитарист играет на акустической, а не на электрической гитаре. И играет блюз, который не совсем джаз. То есть борьба за место в ансамбле не имеет очевидного победителя. Поэтому вряд ли это борьба. Пусть они будут друзьями. Кстати, уже в 40-х банджо снова ворвало джаз. Но играли на нем белые музыканты. 20 прорезей на модели тонкого кольца для винтов натяжения мембраны. Это чисто декоративный элемент банджо для красоты, для нанесения фирменного знака производителя, для инкрустации. Я вот даже не помню, из чего это накладка. Из шоколадного бивня или скорлупы кокоса. В данном случае это значение не имеет. Вырезаем, наклеиваем и прижимаем детали крокодильчиком для штор. После высыхания клея повторяем все контуры головы грифа. Делаем накладку более тонкой и просверливаем совместно с головой грифа отверстие под 4 колка. И наконец наносим рисунок для инкрустации. Верхний порожек делаем из относительно большого кусочка, чтобы его удобно было держать в руках. Клеиваем в заранее вырезанный паз на грифе и отсекаем верхнюю часть иглой. Игла это трехгранный шабер. И самая стремная операция с порожком. 4 ложбинки под струны. Я намечаю их иглой, а затем точно делаю специальным инструментом. Что-то вроде лезвия скальпеля, посеченного под мини-пилу. Накладка для правой руки защищает мембрану от плекторов, накладных когтей и собственных ногтей банджиста. Это тоже модель. Она уйдет впоследствии в небытие. Вместе с тонким кольцом, к которому я приклеиваю бонки с отверстиями. В них и будет установлена накладка. Накладку делаем из цельного кольца, который будет разрезан на сегменты. Кстати, их было три и все они пригодились. Мне сразу удалось правильно сделать штифты для установки в отверстие. Всю эту систему повторит из серебра ювелир. Подставка под струны с нижним порожком. Ее еще называют кобылка. Как в скрипке или контрабасе, кобылку делают фигурной, с претензией на художественные формы. Я тоже постараюсь так сделать. Вырезаю подставку из коричневого бивня, чтобы она не сливалась с мембраной. Забегая вперед, скажу, что в последний момент ее придется срочно заменить. И она уже будет не такая фигуристая и вообще белая. Но это будет потом. Колковая система имеет два типа элементов. Одни попадут в рай, то есть в готовые изделия. Это воротки. А колки в чистилище. Они безгрешны, но места на готовом бандже им не будет. Как и всем остальным моделям. Они пойдут в коробку кунсткамеру. Самый противный пятый колок, потому что он очень маленький и не круглой формы. Снять на камеру особо ничего не удается. Детали тонут в пальцах. Вот результат. Это пять ручек для колков. Это пятый колок. А это модель для четырех колков на голове грифа. Еще одна безгрешная жертва. Модель для струнодержателя. Обидно то, что я не уверен, что ювелир использует мои детали как модели. Возможно, ему в некоторых случаях проще не делать резину, воск, отливку, а изготовить вручную. Просто используя детали избивания как образец, объемный чертеж. Нет, ну какая здесь обида. Мне ведь тоже легче понять, что к чему, прикладывая живые детали, а не чертежи. Так что это дело не только для ювелира, но и для себя. Ставим на место струнодержатель и накладку. Накладка стала криво. Нет, там все в порядке, просто сверху не увидел, что не дослал. Начинаем приучать банджи к благородным металлам. Первые золотые элементы. Лады. Это не в первый раз, почти все как обычно, поэтому быстро пролетим по грифу. По шаблону разметил мензуру, тонким надфилем сделал запилы и по очереди вставляю лады. Новинка. Когда я отрезаю проволоку от свежеприклеенного лада, левая рука придерживает лад, а правая ножницы. То есть руки заняты, ловить нечем. Проволока улетает, приходится ее искать. Вот к концу приклеил такую бабышку. С ней проволока и заметнее, и далеко не улетит. Полируем и с ладами все хорошо. Лады. Чтобы было понятно, перевяжу на английский. Лады значит окей. Маркеры или метки мы тоже уже не раз вставляли. Конус, отверстие, воткнул, отрезал, ничего нового. Чтобы вы не заснули, скажу, что это последняя операция перед окончательной сборкой инструмента. Маленькая баночка с пакетиками, в которых лежат готовые ювелирные детали для банджи, уже в пути. Я заканчиваю гриф и дальше чистая, приятная сборка, которую я собирался дать под музычку и без комментариев. Но при сборке разыгрались драматические события, о которых я обязательно должен рассказать. В начале, как говорится, ничто не предвещало беды. Я с трепетом и детским восторгом распаковал шикарный корпус с блестящими штучками из серебра и золота. С упоением раскрывал пакетики, радуясь каждому колочку. И вот началась сборка. Покашливая от удовольствия, я вставлял колки в заранее приготовленные отверстия головки грифа. В колки вклеивал воротки с золотыми ножками. Пятый колок и пятый вороток легко встали на свои места. Все шло гладко, я будто играл лунную сонату на фортепиано. Недолго думая, в том же состоянии легкой эйфории, я вклеил гриф. Через несколько секунд ко мне внезапно вернулось сознание, и я увидел, что гриф клеен неверно. Его развернуло вокруг своей оси. Я начал судорожно шатать гриф из стороны в сторону. Клей уже схватился, но поскольку прошло немного времени, мне удалось таки вытащить его из гнезда. И я в первый раз подумал, что анкерный стержень это хорошо. Иначе от такой качки гриф давно бы уже сломался. Я поработал в гнезде деки, убедился, что гриф становится ровно, и снова вклеил его, но уже гораздо надежнее. Я промазал клеем гнездо и весь анкерный стержень, который уходил глубоко в деку, и сказал, что это хорошо. И продолжил сборку. Аккуратно вставил струнодержатель и спокойно закончил смену, оставив на завтра натяжение струн. На следующий день, то есть когда произошла уже полная кристаллизация клея, я увидел нечто, что пронзило меня с головы до пят. Гриф был ниже мембраны, чего не может быть ни в одном струнном инструменте. В первое мгновение я подумал, может не заметят. Но когда я приложил струны к порожкам, гриф показался лежащим в глубоком ущелье под канатной дорогой струн. Вытащить гриф еще раз не представлялось возможным. Вы ошиблись? Да. Я ошибся. Началась тихая паника, которую я не включил в видеоряд, хотя камера работала. Я про нее забыл, и она все запечатлевала. Сначала я начал звонить родственникам, как будто прощаясь с ними, рассказывал про мою катастрофу ошибку на целый миллиметр. Ну, родственники улыбались, мол, что такое миллиметр, никто не заметит, успокойся. Что такое миллиметр? Это полтора сантиметра в реальной жизни. Представьте гитару, у которой струны возвышаются над ладами не на полсантиметра, а на два. Учтите, когда зритель рассматривает фигуры, он влезает в их пропорции. Если бы я увидел такого другого мастера, подумал бы, что он криворукий. Я не смог успокоиться. Несколько раз звонил ювелиру, расспрашивал его о возможности хирургического вмешательства, но он не мог дать положительный прогноз. Все это время я держал банджу в руках, как четкий и машинально раскачивал гриф. Помните анекдот про полковника Яблоню? Что тут думать? Надо трясти. Я не дорос до полковника, поэтому и не тряс, а качал. И качая, мысленно награждал анкерный стержень орденами славы и словами благодарности. И вот, о чудо! Клей дрогнул, и гнездо отпустило гриф его у основания. Но стержень, мой овеянный славой герой, решил нести свою службу до конца. Капля клея на анкере внутри деки образовала замок, который невозможно было открыть никакими качаниями. Даже если бы в порыве отчаяния я вырвал гриф плоскогубцами и превратил банджу в кучку мусора, замок остался бы целым. Снова тихая паника, внезапно разрывающиеся громкими словами ненормативные лексики. Самая благозвучная из которых, сука! Я не могу вынести, когда в моей работе что-то сделано хуже, чем могло бы быть. Ведь меня никто не заставлял делать плохо. И тогда я решился на операцию. Сзади корпуса я начал вводить твердосплавный двухмиллиметровый бор-шарик. Он легко прошел несколько миллиметров черного дерева и уперся в анкер. Важно было, перерезав анкер, не пробить мембрану. Послышался звук встречи бора и анкера. Они оба были бойцами, но бор был на 15 единиц тверже по роквеллу. И вдруг, когда бор продвинулся на 1-2 десятых миллиметра, гриф как-то поплыл в гнезде. Я понял, что клей расплавился и быстро вытащил гриф из корпуса. К счастью, температура не успела распространиться дальше стержня. Иначе отвалились бы все стяжки и кольца, и банжа пришлось бы позорно нести обратно к ювелиру. Дальше дело техники. Поднял гриф, заделал отверстие от бора и прилег отдохнуть. На неделю. Шучу, но пару часов отходил. Порожек я переделал на более низкий, более белый и не такой изощренно ажурный. То есть менее хрупкий и приступил к натяжению струн. Струны сразу смекнули, что их хотят натянуть. Но видя, что я измучен нарзаном после перипетий с грифом, решили сначала подергать за мои нервы. У банжа путь от точки крепления до первого порожка не такой, как у гитары. Он более извилистый, с несколькими изгибами вокруг специальных выступов струнодержателя. Но струнам это не нравилось. Они выскакивали, выпрыгивали, как непослушные дети. Но я уже пришел в себя. Вытащил из нафталина микроскоп и борым шариком диаметром 0,3 мм сделал засечки в нужных местах струнодержателя, из которых струнам уже не удалось вырваться. Даже несмотря на их родственные связи с квантовой теорией струн. Субтитры создавал DimaTorzok